Приветствую всех! Продолжаем сегодня цикл гайдов в формате ответа на вопросы. Прочитал я некоторые вопросы, последние, которые у вас накопились. В основном они касаются еды рабочих, так что сегодня будет такой небольшой обобщенный гайдик по вопросам касательно кормления и способа, как можно достать еду для рабочих. Вообще для чего нужно кормить рабочих? Это необходимо для того, чтобы они выполняли некоторые типы работ, по сбору, по производству, по строительству. А где смотреть статус еды? Статус еды можно посмотреть на вашей приватной территории. Там будет указано количество, которое у вас сейчас есть этой еды для кормления ваших рабочих. Статус указан сверху в левом углу. Общее количество еды можно увеличивать. Это считается отдельным параметром. Еда увеличивается с помощью количества еды, которое вы можете хранить на вашей территории, с помощью увеличения склада для еды. Вот он так выглядит. На 12 уровне у вас будет 80 тысяч еды и каждые 10 секунд добавляется 10 еды, когда вы находитесь онлайн. Самопроизводство небольшое, правда, но приятное. Точнее 10, по-моему, каждые 40 секунд. Сейчас посмотрим. Чем больше у вас еды, тем больше вы можете содержать рабочих, хранить еды. И по одной еде, получается, каждую минуту. Так-то сейчас сделали. И тем больше рабочих вы можете кормить. За каждое какое-то действие рабочие потребляют энергию. Итак, давайте разберем, как можно достать эту еду. Эту еду можно достать несколькими способами. Один из способов я вам сразу покажу. Это рыбалка. Причем рыбачить может, как и сам раб для себя. Также и вы можете рыбачить с помощью той рыбы, которую вы поймаете. Вы ее можете перевести в еду для рабочих. Как рыбачить рабочими? Нам необходимо рабочих отправить на рыбалочку. Они будут ловить рыбу на вашу приватную территорию. Это вам даст 19 еды к тому, что у вас сейчас есть. То есть это такой самый, в общем, долгий способ, неудобный. И смысл в него, честно говоря, небольшой. То есть он 21 минуту сейчас мне будет ловить рыбу, чтобы получить 19 еды. Это очень мало. Второй способ, которым можно доставать еду, это, как я говорил, рыбалка уже с помощью ручек. То есть можно также поставить на автомат. У вас будет ловиться какая-то рыба. Это уже чуть-чуть побольше у нас преимущество будет даваться. Тоже не очень большое, но если вам срочно нужны еды для рабочих, то можно тоже поймать рыбу и конвертировать ее в еду для рабочих. Можно сразу использовать несколько предметов, предметов, то бишь там рыбы или еще какую-то, чтобы увеличить количество еды рабочих. Опять же, это тоже не приносит много еды, но хоть что-то тоже можно, как говорится, наловить. И если у вас вдруг нету еды, как-то этим воспользоваться. Следующее, что у нас есть, это огород. Количество огорода тоже увеличится по мере увеличения уровня вашего базы, вашего главного здания. Вы можете до трех огородов посадить. И получается девять культур на каждый огород. То есть всего восемнадцать. Сажать в огород просто, собирать тоже просто. По десечению какого-то времени у вас созревает ваша культура и есть возможность сбора культур. Здесь указано количество и общее количество очков, которые мы прибавим к еду. Сразу хочу отметить, что если у вас вдруг будет собираться больше количества очков, чем максимально, у вас будет все равно упираться все в потолок в максимальное количество. Больше еды не накапливаются. Соответственно, можно выбрать семена. Я вам тоже расскажу чуть попозже, где их достать, где купить и посадить. Сажаем семена. Ждем для каждого культуры разное время созревания. То есть для морковки это час, для чего-то еще это больше, меньше. Ученица десять минут. Касательно того, что стоит покупать, чтобы сажать в огород. Корейцы провели опыт и оказалось, что выгоднее всего сажать, если вы краткосрочный, то есть ненадолгий период. Это морковка на один час. Если вы достаточно часто и онлайн у вас, или в текущее время вы собираетесь провести в игре некоторое время, выгоднее всего посадить морковку и собрать все на большее, что вам приносит. Еды. Следующее по фактору, это если чуть подольше же, морковка один час созревает. Касательно еды на более длительный срок, это виноград. Виноград созревает порядка восьми часов. И приносит что-то там в районе четырех тысяч, насколько я помню, пяти еды. То есть на такой длительный срок это более выгодно. Что касательно еще одного способа, как можно достать еду для рабочих, это ваша ферма. Тоже ее нужно строить, увеличивать уровень. С увеличением уровня у вас увеличивается количество ячейок, которые вы можете занять двумя видами живности. Либо это будут квазы, либо это будут куры. Вы можете их в любом количестве доступным для вашего уровня. То есть 24 у меня отсека. Кура занимает один отсек, грубо говоря. Одну часть, коза две части. То есть максимально у меня может 12 коз быть или 24 курицы. В любой пропорции вы можете их там как хотите заводить. Что касательно, что вы с этого получаете. В первую очередь вы получаете раз в какой-то промежуток времени для овец это раз в сутки дополнительную еду. С овец падает молоко, с кур падают яйца. С кур раз 8 часов яйца падает. Яйца примерно по 65 восстанавливают энергии одно. Молоко примерно по 675. То есть раз в сутки вы можете собирать молочко. Вам будут удаваться. И также у вас есть возможность забить животное. И получить с него еду, которая сразу же у вас учитывается в еде для рабочих. С овец это 6000 копейками. Для кур это 600 по-моему. Тоже если я не путаю, да, 600 еды. За то, что вы забьете животное и у вас освободится место. Соответственно, плавно переходим к NPC, где можно достать для огорода семена и также сертификаты для выращивания вас на приватной территории куриц и овец. Сертификаты куриц и овец находятся у NPC со знаком головы коровы. Соответственно, подходим к нему. Нажимаем на NPC. Открываем. Могу немного рассказать про меню, что у него есть. Первое это кормежка для ваших питомцев. Как раз эти вот второе и третье это то, что нам нужно. Первое это сертификат на курицу. Второе это сертификат на овцу. Стоит от 4,5 тысячи одна штука и 21 тысячи. Также у нас здесь есть лассо и сахар. Вот эти две вещи нужны для поимки лошадей диких. И также у нас есть купон для переименовывания вашей лошади, которую вы же поймали. Вы можете применять имя. Соответственно, что нам нужно для того, чтобы вырастить курицу, либо овечку. Нам нужно свободное место. Определенное количество на вашей приватной территории на ферме. Покупаем нужное количество нам сертификатов. Из расчета, соответственно, что курица одно место занимает, овца два места занимает. Покупаем эти сертификаты. Сейчас я вам покажу сразу семена. Семена можно купить у торговца. Семенами он обозначен как раз знаком семян. В любом городе продается и на некоторых локациях. Сразу хочу заметить, что в разных локациях NPC продает разные семена. Поэтому надо смотреть. Как я говорил, выгоднее всего покупать виноград и морковки. Но, к сожалению, у этого NPC их нет. Поэтому можно также пшеницу еще покупать. Она выгода, но каждые 10 минут бегать на приватную территорию. Самое выгодное это пшеница, конечно, в расчет. Но это поднапряжно. Поэтому лучше всего. Точно так же покупаем семена. Нужное количество. Также семена у нас можно достать за сбор. Которые мы собираем на территории. Где-нибудь на карте. У вас есть шанс того, что вы получите также и семена. По поводу рыбалочки все просто. Тоже на всякий случай вам покажу, как это делается. Ищем карту, где у нас есть возможность рыбачивать. Она обозначена рыбкой. Подходим к воде. У нас появляется удочка сова. Закидываем удочку. Ждем некоторое время. Проходим мини-игру. И вытаскиваем эту рыбу. После этого ее можно конвертировать в еду. Тоже в каждой локации ловится разная рыба. Но это не так принципиально. Здесь просто будет грейд рыбы разных. Меньше всего дает серая грейд. Он 10 всего единиц. Пищи дает зеленая 20. Синяя 40. Фиолетовая 70. И все. Салатого грейда я пока не видел. Таким способом мы можем доставать еду рабочим. И касательно свитков, я вам сейчас покажу, как их использовать. То есть мы купили свиток в магазине. У нас есть ферма. Мы убедились, что у нас есть свободное место какое-то. Нижний будет указывать количество занятых, количество свободных мест. Нажимаем на нашу ферму. Нажимаем первый значок. У вас здесь будут сертификаты. То количество, которое вы купили. И здесь свободное место показывает. Сколько и скольки. Будет зеленая, синяя, точнее кнопочка. Нажимаем синюю кнопочку. И у вас появляются животные в вашей ферме, которым еще плюс нужно вырастить. То есть для овец, для овцы это трое суток. Через трое суток она начнет давать молоко. И мы ее можем зарезать. Для курицы это сутки. То есть через сутки мы с нее тоже будем получать уже яйца. Яйца и также ее можем зарезать для еды. В принципе это такой общий гайдик касательно еды. Какими способами можно достать рабочих. Где ее выращивать. Как можно достать с помощью рабочих. С помощью себя, как говорится, рыбача. Надеюсь вам этот гайдик был полезный. До новых встреч и пока-пока.